МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Восвятая служба информации Толерадоя компании Гомель, у студии працуя Наталья Гнатенко. Глядите ухэтым выпуском. Разли уроки не погроза для беспеки. Первую мобильную станцию для работы у поводковым перей здесь сегодня представили выратовальники. Самый надейный напарник, дочка и помощник комбайнера при маловиншавании с днем на роджение у поле. Рапорт обготовности под рыхтолку до нового научного года обмерковали на посяжение гарбы Канкама. И больше подробно об этом не только. Сегодня в Ветковском районе прошли такты специальные вучения Гомельского гарнизона Министерства по надзвучайных ситуациях. Вратовальники у першыню продемонстрывали мобильный пункт для работы у поводковый период. Все лето и гона были у рамках проекта саденничая неразвитцю на мясовом узроуне у Республицы Беларусь, и ке реализуется программой АН. Заходом в ученню назирау Олег Синцерову. Свою вёску же хоры Полянуки любить. У селеки мрази, коли мерковать по ей внешнему выгляде, усюда частеня и парадок. Побыч, сош и неповторная природа. Хоть в особные годы миновитый река створяя сельчанам значные проблемы, непосредно Полянука под водой не оказывается николи, без находится на узвыше, хотя дорог подчас поводки не застаётся. До инших насильных пунктов можно добраться только на лодцы. На лодках плавали, когда поводки были. Переплывали на старое село, туда, на лодке. Когда заливая, пройти нигде нет. Почас поводки в ртовальнике выставляют у Полянуца специальный пост, особого состава которого изменяются каждые сутки. Правда, умовы больше нагадываются полевые. Теперь эта ситуация изменится. В рамках проекта «Соденничание развития на местовом узроуне у Республицы Беларусь», яке реализуется Организация Объединенных Наций, для дежурства в ртовальниках. Почас поводки набыли специальный мобильный пункт. Данный проект стал победителем и получил финансирование 11 тысяч евро. Почему был выбран этот проект? Потому что он направлен на территориально ориентированное развитие, на оказание помощи и поддержки людям, проживающим в малых населённых пунктах. До речи, выкористовывать мобильный пункт можно не только для организации дежурства в ртовальниках. Его хоть и набыли только в этом году, але поспели уже выкористать для научения сельского населенияства правилам беспечной житодейности. При неоподности пункт можно перевести у любую, навод самую отдаленную вёску. На его базе проводятся так само тренинги неполнолетних, падениях, у нестандартных ситуациях. Подчас этих учений пункт выкористали для оказания медицинской допомоги умовно потерпелому. Подчас учений вот этот домик повинен спалить. Для того, как он горел лепш, внутрь поклали разную дровнину и подрехтовали некий килограмм упалива. Ты больше тяжко будешь в ртовальниках, хотя, как я думаю, подчас учений легко не бывает, николи. Сгодно с легендой учений, подчас поводки у поляновцы отбился пожар. У адресанной от инших насильных пунктов вёсцы на допомогу пришли суперсовники МНС. Некольких секунд на разведку и оценку обстановки и непосредное вартование умовно потерпелого. Для шепроса личной хвилины ему окажут необходную допомогу и на лодце, якая так само набытая у рамках проекта, вывезутся на великую землю. У областного управления Министерства по незвучайных ситуациях кажут, что оснащение подразделений с участными техничными сродками притягнется и долей. Зараз, например, реализуется проект по набытии специальных автомобилей для ликвидации химичных аварий. А при чатаху планируется набыть ящие неких операционных пунктов для работы пожар с поводки для полезных регионов, хоть сфера их применения будет значительно больше широкой. Мы можем в случае осложнения ситуации в зимний период времени, если снежные заносы, где-то пункт обогрева личного состава, а также людей, которые попали в снежные заносы, к примеру, на трассе. Если там нет возможности их куда-то переместить, то мы приедем на проходимую технику, выставили эту пункцию, людей, которые с машин забрали, обогреваем. Олег Сентяров, Валерий Габанько, телерадоакомпания «Гомель», Ветковский район. Тым часом невеликая рака скрипица в Житковицком районе притягнула до себе увагу органов улады, экологов и мясовых жихаров. У вынику, проведенной ящие на початку 90-х годов, минулого стагодзя, мелиорации, а так само будовництво моста, якое изменило речи с Чараки, яна стала заболочваться. С думками специалистов ознайомилися наши корреспонденты. По сотности, скрипица перестала быть ракой в 1991-м годе, когда кардинально сменили ей речи, шеи побудовали дамбу. Теперь вода нават эритично не может ни на палетке выяснить, ни населенные пункты подтопить. Выкорастовывать ее для рашения так само нерационально. По великим рахункам это маль 30-километровый техничный канал. Крупа гледжа не на то, як зменит ситуацию некальки, бадай самый кардинальный способ разбурыць дамбу и зняць мелиоративное сбудование. Для рашения данной проблемы особых затрат не нужно. Нужно раскопать на дамбу, убрать эту 800-миллиметровую трубу, а водной канал закрыть, и вся проблема. И речка пойдет своим руслом, поднимется уровень воды, и все заболочивание уйдет. Правда, с таким вариантом незгодные мелиораторы. На их думку, это приведет до резкого изнижения узровня воды и дальнейшего заболочивания. Тем более, что на рации есть еще одна перешкода. Под час реконструкции автомобильного моста, 10 годов тому, рычаща Скрипицы, изменилась и ашшы у адным месты. Под час будовництва моста выбрали бадай самый таны, альяк зараз разразумела не самые эффективные шлях. Рычаща раки засыпали пяском и зарабили сверху дорогу, а для раки выкопали обходный канал под мостом. В 2012 году проблемами Скрипицы займались ученые Центрального науково-доследчика Института комплексного выкорастания водных ресурсов. Правда, выконать их рекомендации в полном объеме оказалось немагчима. Тем более, что некоторое из них суперечит девушему законодавству. Наверное, очистку дна провести не льга. Для этого потребна наявность совсем нетанной проектно-сметной документации. У жидкоицким райвыконками в уголе неупълненную мытазгодность ее распроцовки. По первой частке раки проходят по территории ландшафтного заказа. Где любые работы заборонены. По-другой, некого функционального значения гэта рака немае. Необходно уличвать той факт, что температура поветра повышается, а колькость опадков снижается, а тому рака мялее. Гэта увогу ли проблема шмат яких малых рек. Наводка ли при вести скрипицы у парадок на усимея протягу празд 2-3 годы работы придется полторыць. Великие сродки можно потратить с большей корыстю. На данный момент уровень воды в данной речке зависит от уровня воды в реке Припять. Следует отметить, что последние годы установилась жаркая погода на территории Республики Беларусь. В том числе это касается и Житковицкого района. Поэтому в самой реке Припять воды недостаточно. Если будут дождливые годы, полные осадков, то да, будет поддерживаться уровень воды. Если не будет должный уровень воды в реке Припять, то ускрипиться тем более не будет уровня. Такова природа. Олег Сентюров, Максим Савин, Валерий Гопанько, телерадио компания «Гомель» Житковицкого района. Четыре района Гомельской области – Гомельский, Добрушский, Речицкий и Хойницкий – завершили уборку с Божжа. На пошних гектарах идут работы в Петриковском, Мазырском и Минравлянском районах. Средний показчик по области населения 88,5% обмолоченных полёв. Ваха регионального караваю – безмалога 900 тысяч тонн. Прыкладом сторонной працы у поля сё лето стали жанчины. Пять отказных напарниц-комбайнеров працевали на уборце зерневых у Речицким, Ветковским и Ельским районах. По основным дамы заденечены у составе семейных экипажа. Ирина Расафонова працуя помощником комбайнера у открытым акционерным товарыстве «Дружба» Ветковского района. Гэта уже девятое, я е уборочная. У першыни у кабину комбайна надо помогу батьку, я насела у семнадцать год. Всё лето нават свой день нараджэння, жанчины святкавала у полі. Памешаваць Ирину со святом прыехали супрацовники Ветковской районной профсоюзной организации, работников АПК и керавництва господарки. Экипаж Ирыны и ее батьки Паула Каутунова намалатиў амаль 580 тонн зерня. Худка почнется навучальный год и Ирына Паулаўна зменець униформу господарки на офицейный костюм. Яна працоў и кладшыкам Ветковского районного центра «Дятей и молоді». Двадцать лет назад впервые отец предложил поработать. Тогда, наверно, юношеская как-то, интерес какой-то был просто. Вот попала. Первый раз отработала первый сезон двадцать лет назад. Потом учёба, замуж, декрет. Ну и вот уже девятый сезон работаю. Ну, очень тяжёлая работа, я хочу сказать. Тяжело. Жарко, тяжело. Надо убрать вовремя, без потерь. Ну, техникой безопасности соблюдать. Подобрался коллектив, действительно, был способный, трудоспособный, любящий свою работу. Этот человек, она и за штурвалом работает, тоже как-то стимулирует производительность и повышению ответственности и в работе. На Гомешчине завершается патрифтовка установы адукации до нового навучального года. 90% школ областного центра уже отримали по шпарты готовности. Выники работы сёння оценили на посаджении Гарвы Конкама. В новом навучальном годе свыше 200 установы адукации и спорта Гомеля примут коля 79 тысяч детей. У некоторых школах ящи идуть ремонтные работы, а ле до 1 вересня справятся усе. Згодно с информацией отдела адукации, спорту и туризму Гарвы Конкама всё лето на подрыхтовку установы Галины до нового навучального года накеровали приклад на 3 миллионы 200 тысяч рублёв бюджетных сродков, что удвоя больше, чем летось. Яшча такую же сумму склали додатковые крыльницы финансования. Гуманитарная, спонсорская и доброченная допомога. 100% учреждений получили паспорта тепловой энергии, готовности тепловой энергии. Акцент делался у нас на выполнение предписаний надзорных служб, на создание безопасных условий пребывания, обучающихся учреждениях образования. Сегодня это устранение предписаний надзорных служб, таких как МЧС. Это установка АПС в учреждениях образования. Сегодня, как бы мы ни старались, 22 учреждения образования, которые требуются ремонта и установки АПС и семью учреждений спорта. По передних дадзеных, колька с першоклассников у Гомеля селета повеличится на 600 человек у правонайне с минулым годом. Без батьковской уваги ніякая профилактика не допоможа. Подчас посаджения комиссии по справах неполнолетних ишла говорка об гибели и злочинности. Обмерковывали проблемы с уделом усих затекавленных боков. Мясовые улады, адукация, медицина, правооховные органы, и громадские организации. С початку лета у Гомельской области от внешних причин загинули 9 детей. 8 у Лепени, 1 у Жнивни. Профилактичная работа у регионе наладжена добра, притягнута до этого широкая кола службы и организации. Усё робится для того, как дети заусёды были при занятку и под наглядом. Однако неполнолетние усё равно протягивают выпадать звук на утонуть и гинуть деля селфи. И тут ворошальным фактором з'является добра сумленность батьков при выконании своих обовязков. Части за всё трагеды издараются, когда дети застаются без нагляда. Ещё один тревожный звоночек для субъекта у профилактики – рост рецидивной злочинности сирот подлетков. Эти дети в поле зрения находятся на учёте в инспекциях, по данным совершеннолетних. С ними должно работать комплексно и учебное заведение, то есть все службы, которые занимаются профилактикой. Но результат говорит сам за себя, что работа неэффективна. Сколько бы мы ни делали и что бы мы ни делали, каждому ребёнку, в каждый дом не придёт ни работник милиции, ни работник прокуратуры, ни комиссии инспекции. И вообще это обязанность родителей заниматься воспитанием своих детей и обеспечить их безопасность. Про работу с детьми у летний период, меры профилактики подлетковой злочинности и нешасных выпадков сёння подзе размова у программе «Деалог». На пытание откажет намесник старшини комиссии по справах неполнолетних гомельского Аблвыканкама Яуген Миткевич. Глядзите программу «Деалога» у промым эфиры на телеканале «Беларусь-4». Сёння у 19.01.20 хвилин. Нумер телефона у студии 77-68-45. У Гомельской областной универсальной библиотецы имя Ленина отбился финал конкурсу «Дитячая творчость и хвилина славы». Что годы он проходит на базе установы культуры, объединяющих самых активных, метанакерованных и творчих детей. Юные зорочки демонстрировали свои таленты у музычном и инструментальном мастатстве, хореографии и оригинальным жанры. На сцене они тримались, як соправдные профессионалы. У каждой конкурсной номинации были вызначены переможцы. Они отримали гоноровые грамоты и приемные подарунки от организаторов конкурсу. Что мы едим? Сегодня на телеканале «Беларусь 4» у передачи «Добрый вечер, Гомель» размова пойдет про популярные продукты харчаванья. Каким повинен быть рацион сучасного городжанина и какую ежу мы выбираем на каждый день. Что больше корыстно? Бульба, аусянка. С чего робят черные бургеры, аусяные шматки и морозиво? У промым эфиры нечеканные факты, парады экспертов и кулинарные рецепты. Глядзите программу сёння у 20.40 на телеканале «Беларусь 4». Далучайтесь до размовы. Телефануйте у студию по телефоне 37519 або покидайте свои поведомления у Вайберы. Зараз добра новина для гомельских велосипедистов. На аутодорозе у сходня быхода отбудется черговая велосубота. 19-го жнивня 4 годины тут можно будет покататься на проездной часце. У связи с ГЭТ-ым будет закрыт рух для транспорта. Автомобилисты не смогут проехать по этой дорозе с 14 до 18 годин. ГЭТ, а так сама иншая новины вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.tv.by Далее у эфиры «Спортивный агляд» с Максимом Савиным. До новых встреч в эфире!